Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Начало положено. В Самаре привиться от коронавируса теперь могут подростки от 12 до 17 лет. Оборот криптовалюты в стране будут жестко регулировать. Главный акцент на защите прав рядовых инвесторов. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». До Международного дня влюбленных менее недели. Как и где сейчас знакомятся жители нашей страны и кому удалось попасть в любовные сети через социальные. Болезнь из колеи не выбила. Баскетболисты Самары одержали победу в первом матче после ковидных каникул. В Самарской области за сутки зафиксировали 3582 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 254 тысячи 23. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1728 человек, а всего с начала наблюдений из больниц выписались 210 993 человека, переболевшие ковид-19. Защитить себя, близких и не бояться тяжелого течения ковид-19. Для этого, отмечают медики, нужно не только использовать средства индивидуальной защиты, но и своевременно вакцинироваться. Как максимально обезопасить себя от заражения, говорили на городском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Его провела глава города Елена Лапушкина. О ключевых моментах заседания расскажет Виктория Шарая. В Самаре за минувшую неделю в два раза выросло число заболевших. Сейчас их 10 311 человек. Болеют и ОРВИ, и коронавирусом. Об этом говорили на городском оперштабе под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. По числу заболевших Самара на этой неделе оказалась на четвертом месте после Новокубишевска, Жигулевска и Сызрани. 30% болеющих – работники предприятий, затем следуют банковские служащие и работники сферы услуг. Неуклонно растет число заболевших среди медиков. Что касается возрастных групп, чаще всего болеют работающие граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Но большинство из них в легкой форме, поэтому лечение такие пациенты получают на дому. По тяжести клинических проявлений тяжелую форму заболевания 387 в абсолютных цифрах, ну чуть меньше 3,8, на предыдущей неделе было 3,9% от всех заболевших. В амбулаторных условиях лечения получают 9924 заболевших, 96,2%. В этой ситуации лучший выход, по словам медиков, вакцинация. Особое внимание иммунизации беременных женщин. Они могут сделать прививку после 22 недели во втором триместре. Привиться теперь могут не только взрослые, но и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Дети до 15 лет приходят на процедуру вместе с родителями или опекунами. Те, кто старше 15, решение о прививке могут принять самостоятельно и прийти одни. Но в этом случае они должны принести письменное согласие родителей. Детей прививают вакциной «Спутник М». Первый опыт показал, интерес к вакцинации детей есть. Коллеги, по детским еще раз прививкам давайте начинать такую плановую работу, составлять лист ожидания, ввести разъяснительную работу. Если необходимо, давайте на совещание к вам пригласим представителей медиков, которые расскажут о действии вакцин, чтобы потом всю эту информацию донести до родителей. Также медики советуют прививаться тем, кто старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, а гражданам, которые перевелись более полугода назад, пройти ревакцинацию. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. В Самаре вновь объявили желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. На территории города ожидается метель, а также порывистый ветер до 18 метров в секунду. Городские службы к осадкам подготовлены, техника и дорожные рабочие мобилизованы, несмотря на рост числа заболевших сотрудников. Увы, такова действительность. И мы, конечно, желаем вам скорейшего всем выздоровления. Это серьезно сказывается на работе. Мы изыскиваем возможности, мы привлекаем дополнительную технику у других учреждений, у других предприятий. Безусловно, мы оповестили все управляющие компании, все дома от ТСЖ, ЖСК, все обслуживающие организации, о предстоящем снегопаде и работа на ночь уже спланирована. И завтра утром планирую начать непосредственно проверку. И тех жалоб, которые уже поступили на сегодняшний момент и поступят к завтрашнему утру, посмотрю, как вышли управляющие компании, как вывели своих сотрудников, как вышла техника работать на территории города. И завтра к вечеру уже подведем итоги по проведенному дню. Ночью необходимо проводить своевременную уборку снега с дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Без перерывов продолжается и работа по вывозу снега на спецплощадке. Глава Самары Елена Лапушкина призвала управляющие компании ответственно подходить к своей работе и своевременно приводить в порядок подъезды, внутриквартальные проезды и подходы к социальным учреждениям. Глава города также напомнила, руководители объектов потребительского рынка несут ответственность перед жителями города. Тротуары, лестницы и зоны разгрузки должны быть приведены в порядок. По последним данным, количество осадков за первые дни февраля более чем на 7% превысило месячную норму. Улично-дорожную сеть расчищают в круглосуточном режиме. В частности, увеличены темпы вывоза снега с проспекта Масленниково и других улиц по маршрутам движения общественного транспорта. Прошедшей ночью убирать город направили 119 дорожных рабочих и 281 единицу техники. Подробности у наших корреспондентов. По прогнозам синоптиков, на этой неделе снова ожидается снегопад. Поэтому подрядные организации стараются выполнить как можно больше работы до изменения погодных условий. Так, сегодня ночью специалисты расчищали и вывозили снег с проспекта Масленниково, важного поперечника, соединяющего две крупнейшие магистрали – улицу Новосадовую и Московское шоссе. Проспект прилегает к филиалу Третьяковской галереи и в прошлом дорожно-строительном сезоне был отремонтирован комплексно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Преобразился участок от Новосадовой до Мичурина. Специалистами нашего учреждения осуществляется особо жесткий контроль при содержании данной улицы с целью недопущения подрядчика повреждения покрытия проезжей части, тротуаров, дорожного борта и элементов благоустройства уличной дорожной сети. Автомобилисты с пониманием отнеслись к просьбам убрать личный транспорт с обочин на время расчистки. Так что на участке беспрепятственно работает снегопогрузчик, который называют «золотые ручки» из-за его специфики. Его задействуют на прямых участках дорог, что обеспечивает непрерывность процесса погрузки снежных масс. Если на других участках снег сначала собирают в кучи и только с помощью ковша грузят в самосвал, то здесь цикл работ максимально сокращен. После формирования валов погрузка в самосвалы происходит автоматически, через транспортер. Таким образом можно в максимально короткие сроки расчистить целую улицу. Сейчас вижу, масляник его чистят. Я в основном по центральному. Центральный нормально. Прямо под утро я смотрю за ночь, уже все почистили. К утру на уличной дорожной сети усилили работы на подходах к пешеходным переходам и остановочным площадкам, чтобы горожане могли более комфортно добираться в том числе до павильонов ожидания городского пассажирского транспорта. Всего за одну смену успели вывести почти 7 тысяч тонн снега. Израсходовали почти 148 тонн противогололедных материалов. Сотрудники муниципального предприятия благоустройства и других подрядных организаций обращаются к автолюбителям с просьбой своевременно освобождать обочины дорог, не оставлять на них машины надолго. Припаркованный транспорт мешает полноценному проведению работ. В ближайшее время планируется задействовать эвакуаторы и перемещать оставленные машины на уже расчищенные площадки. Сейчас формируются списки так называемых подснежников – машин, которые стоят у обочин неделями и даже месяцами. Этим занимаются администрации внутригородских районов совместно с подразделениями ГИБДД. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Василий Калдашов. События. С 1 марта этого года вступают в силу масштабные изменения в законодательстве по охране труда. Целый комплекс нововведений представляет собой настоящую реформу в трудовом праве. Одним из основных принципов обеспечения безопасности труда является предупреждение и профилактика опасностей. Об изменениях в законодательстве расскажет Мария Левина. Новые правила коснутся в первую очередь области охраны труда. Появится такое понятие, как микротравма. Ссадины, ушибы и даже порез бумагой – все это с 1 марта необходимо фиксировать и вносить в специальный электронный журнал. До этого в расчет брали лишь те производственные травмы, после которых человек был вынужден уйти на больничный. Однако, по словам медиков, именно микротравмы могут через определенный промежуток времени напомнить о себе и спровоцировать тяжелые последствия для организма. Если мы говорим про руку, то естественно ему нужно обратиться к врачу. Доктор делает вам снимки рентгеновские и говорит о том, что у вас все хорошо, нет перелома. Это не означает, что у вас нет серьезной травмы, которая потребует какого-то лечения. Потому что очень часто наши травмы, особенно бытовые и уличные, сопровождаются повреждениями мягких тканей. Это связки, сухожилия, мышцы. Эти повреждения на снимках мы никогда не увидим. И мы их можем определить только спустя какое-то время. Под запретом окажется и опасная деятельность. В трудовом праве есть четыре категории условий работы. Оптимальные, допустимые, вредные и опасные. К последним, к примеру, относит труд шахтеров. С 1 марта этого года работодатель обязан перевести опасные условия труда во вредные. К обязанностям работодателя добавится и обеспечение специалистов средствами индивидуальной защиты. Что войдет в такую ковид-аптечку, решать также человеку, который нанимает персонал. Но ответственность сторон будет взаимной. Если работник проигнорирует использование средств индивидуальной защиты, это станет законным поводом для его увольнения. На предприятиях с численностью работников более 50 человек должны появиться комиссии по охране труда. В случаях производственной травмы они подключатся к расследованию. В целом все изменения, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, связаны, во-первых, с тем, чтобы переложить часть ответственности непосредственно на работодателей с надзорных органов, поскольку работодатели будут обязаны вести журналы учетов, сами создавать инструктажи, самостоятельно извещать работников под роспись. То есть это либо отдельным приказом, либо такой слой будет прописан в самом трудовом договоре, о необходимости проводить медицинское обследование, психиатрическое обследование. И, во-вторых, это прежде всего создано для того, чтобы минимизировать риск наступления более тяжелых производственных травм. Для добросовестных работодателей положение дел особо не изменится, потому как львиную долю введенных с марта изменений они практиковали и ранее, по собственному желанию. Неудобства испытают те, кто игнорировал создание безопасных условий на рабочих местах. Список нововведений в трудовом праве представляет собой огромную трудовую реформу, реализация которой стала возможна с приходом пандемии коронавируса. Таким образом, на первое место выйдет человеческий фактор и создание наиболее благоприятных условий труда. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Впереди вас ждут новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Правительство утвердило концепцию Минфина по урегулированию оборота криптовалюты. В чем ее суть? В защите прав рядовых инвесторов. Остановлюсь на этом подробнее, но сначала о курсах валют. Курс доллара на 10 февраля 74,80 рубля. Евро 85,37 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 90,61 доллара за баррель. Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию оборота криптовалюты. Речь идет о жестких обязательствах для всех участников профессионального рынка. Также ставится акцент на защите прав рядовых инвесторов. Согласно документу, главная цель – грамотная интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему, а также должный контроль за денежными потоками кредитных организаций. Кроме того, криптовалютные площадки будут обязаны проходить процедуру лицензирования. Гражданам, в свою очередь, необходимо иметь подушку безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Помимо этого, предполагается введение официальных требований по информированию граждан о повышенных рисках при работе с криптовалютой. Уточняется, что до 18 февраля ведомство вместе с Центробанком подготовит законопроект о регулировании криптоактивов. В правительстве заявили, что это станет прорывом для России. Пятую часть строительных госконтрактов в России, заключенных в 2021 году, расторгли в связи с ростом стоимости стройматериалов и неисполнением условий договоров подрядчиками, сообщает президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По данным объединения, всего в прошлом году в стране в сфере строительства было заключено 193 тысячи государственных контрактов, совокупно почти на 4 миллиарда рублей. Около 20% из них пришлось разорвать. По словам Глушкова, количество расторгнутых госконтрактов в строительстве ежегодно растет. Одна из главных причин этого – несоответствие реальной стоимости строительства суммам, прописанным в договорах. Это говорит о том, что тема госконтрактов требует настройки и корректировки. В конце прошлого года ряд крупных подрядчиков перестали выходить на большие долгосрочные контракты с госзаказом. Летом правительство России разрешило из-за существенного роста стоимости стройматериалов пересматривать стоимость уже заключенных строительных госконтрактов в пределах 30%. Тем не менее, по данным НУСТРОЯ, к концу года примерно пятая часть господрядчиков не смогла увеличить цены договоров. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Ассоциация туроператоров России прогнозирует рост цен на туры в Турцию в начале апреля до 50%. Горящих путевок не стоит ждать и в разгар сезона, уверяют эксперты. Это связано с высоким спросом. Желающие отдохнуть на турецких курортах есть как в России, так и в других странах на Турцию повышенный спрос. Кроме того, на ценах сказывается обвал лиры и, соответственно, высокий доллар. Во сколько обойдется отдых на популярных турецких курортах, расскажем в сюжете. В этом году отдохнуть в Турции дешево уже не получится. Ассоциация туроператоров России предупредила путешественников о росте цен на путевки на 25-40%, а в дорогих отелях и на все 50%. О том, что отдых подорожает, говорят и самарские эксперты турбизнеса. Турция будет востребована с середины весны до конца лета, поэтому отельеры стараются заработать. В апреле традиционно, когда невысокие цены, в мусульманских странах их замечательный праздник – Рамадан. И, соответственно, все они едут отдыхать. Отели заполнены, им нет смысла снижать цены. Май, майские праздники, мы активно туда едем, опять же, смысла нет снижать цены. Потом начинается период рекламников, период тех, кто любит поехать по не очень дорогим ценам именно из-за сезона. То есть спрос предполагается достаточно хороший на этот период. А июль-август они всегда были недешевыми. Кроме того, на цене сказывается и рекордное падение национальной турецкой валюты лиры. В прошлом году она подешевела по отношению к доллару на 40%. Это сказалось на авиабилетах и турах, поскольку расчеты идут в американской валюте. В Турции все подорожало раза в два, начиная с всех сырьевых ресурсов и так далее. Лира по сравнению с прошлым годом, или позапрошлым было 6, стало 14, вот на данный момент. А турецкие отельеры нам прогнозируют до 22 лир будет доллар. Поэтому, может быть, и будут в последний момент какие-то горящие туры, но это будут худшие отели по сумасшедшей цене. Между тем, спрос на Турцию сейчас есть. Из Самары можно напрямую улететь на Анталийское побережье, в столицу Стамбул, только с пересадкой ближе всего в Казани и в Москве. Но, начиная с майских праздников, туроператоры проставляют рейсы на Марморис, Фетхие с перелетом на Даламан, анонсируют и туры в Бодрум по относительно невысоким ценам. Сейчас цен, которые действуют на тот же самый Бодрум, есть на первые вылеты цены 50, 60, 80, 90 тысяч за двоих на все включено. Это, я говорю, отели 3-4 звезды на первой береговой линии дней на 10. То есть вот эти цены считаются дешевые. Это направление пока рассматривают с опаской, поскольку программу уже заявляли в прошлом году, а потом отменили, и туристам пришлось возвращать свои деньги. На Анталийское побережье практически в разгар сезона в июле можно улететь в средний пятизвездочный отель за 130-150 тысяч на двоих на 9 дней. Как отмечают эксперты, сейчас есть возможность бронировать туры с предоплатой в 5, 15 и 25 процентов. Ранее в январе эксперты АТОР сообщали, что Турция стала самым популярным среди российских туристов направлением в рамках акции раннего бронирования на летний сезон 2022 года. Доля Турции в общем объеме ранних бронирований достигла 70%. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Меньше недели осталось до международного праздника всех влюбленных. Согласно опросу в ЦУОМ, люди практически перестали знакомиться в парках, на отдыхе и вечеринках. Обрести здесь вторую половину предпочитают не более 3% россиян. А вот большинство, треть опрошенных признались, что нашли своего человека на работе и при помощи сайтов знакомств. Как сегодня заводят знакомства жители нашей страны и кто уже попал в любовные сети через социальные, узнала Гульфия Сафина. Вот это наш сын. Общий дом, взаимопонимание и трехлетний сынишка. Во время съемок он в детском саду. Семья Кареловых, Андрея и Гюзели – подлинное доказательство того, что найти свою половину можно через приложение знакомств. Через полгода предложение и еще через полгода поженились. То есть это реально? Конечно, это реально. Сайт знакомств – это как интернет. Много всякого мусора, но если поработать и быть настойчивым, то вполне реально найти. Это офигенная вещь. И сейчас это норма. Сегодня рынок интернет-знакомств – это десятки приложений, охватившие не одну страну. Популярность их растет и, по оценкам социологов, пользуются амурными электронными порталами порядка 350 миллионов жителей планеты. Каждая пятая пара, дошедшая до ЗАГСа – это люди, которые познакомились через тематические сайты. Во-первых, интернет позволяет познакомиться и понять, стоит ли нам встречаться глаза в глаза. Другой момент – это тоже очень ценный и важный, что я могу выбирать из нескольких. Экономически важный момент – мне никто не нужен для контакта. Если он появляется, то прекрасно, если люди доходят до ЗАГСа. Если он не появляется, то мы спокойно расстаем, без боли. И это тоже снимается психологическая, терапевтическая проблема. Впрочем, бдительность терять не стоит, отмечают психологи. Самое безобидное, что может случиться – вы нарветесь на неисправимого Казанову. Хуже, если по ту сторону экрана с вами переписывается личность с психическими отклонениями. Во-первых, есть определенный процент реальных психопатов. Да, альфонсы и психопаты – это как раз тот самый риск. Мошенники – еще одна категория людей, встреча с которыми вполне возможна на платформах знакомств. Жительница Самары, которая провела немало времени на подобных сайтах, решила поделиться своими наблюдениями при условии анонимности. Много аферистов, которые прямо всяческими способами выманивают твой номер. И потом начинаются звонки с разных номеров. Вот девушка зарегистрировалась на сайте знакомства, во время переписки поделилась там фотографиями. И потом начинается шантаж. Либо я выкладываю фотографию, либо вы мне даете 50 тысяч, грубо говоря. Справедливости ради нужно сказать, что не только женщины становятся жертвами аферистов на сайтах знакомств. Например, мы взяли запрос в МВД. Такая история произошла в ноябре 2021 года. Мужчина обратился в полицию. Он перечислил девушке 9960 рублей на покупку билетов в театр. Само собой, девушка после перевода средств исчезла. В прошлом году в регионе зафиксировали почти 40 похожих преступлений. Почему ушел с сайта знакомств? Это пролистать порядка 100 анкет. Из этих 100 анкет, скажем, допустим, дай бог, если штук 10 тебе понравится, просто по аватарке, да, начинаешь залазить уже в анкету, там будет еще меньше девушек. Кому ты захочешь просто написать привет. Ты напишешь, допустим, привет трем-пяти девушкам. Одна-две из них ответят. И не факт, что это одной из двух девушек, ты пойдешь просто на свидание. Евгений Попов причисляет себя к тем, кто уже не верит в сайты и переключился на более эффективный метод быстрых свиданий. Таким способом он и встретил свою супругу. У нее совпало вот как раз там чуть ли не все 14 знакомств. И она потом звонит и говорит, я устала ходить на свидание. Не надо тратить время на долгие переписки, на фейковые фотографии. Помимо этого, на свиданиях вы одновременно знакомитесь сразу с 10 представителями противоположного пола. И плюс, когда ты видишь человека вживую, ты сразу видишь его рост, его комплекцию, слышишь его голос. Главной причиной поиска альтернативных способов знакомств и отказ от давно привычных является повышенная занятость современных жителей мегаполисов, считают аналитики. Тем не менее, каким бы ни был именно ваш метод, важно понимать, что найти своего человека – это лишь начало, возможно, счастливого и долгого жизненного пути. Баскетболисты Самары триумфально вернулись после паузы, вызванной случаями заражения коронавирусом в клубе. Первый матч самарцы провели в Уфе. Подробности этой встречи – матчи крыльев на тренировочном сборе и новостей о самарских теннисистках в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары провели первый матч после ковидных каникул. Волжане на выезде играли против уфимца. Гости с дебюта матча добились серьезного преимущества, но уфимцам хватило нескольких минут, чтобы ликвидировать отставание. Во втором периоде самарцы вновь предприняли ускорение. В какой-то момент перевес достиг 17 очков, но к большому перерыву уфимцы снова чуть подсократили его. В третьей четверти сценарий, казалось, остался прежним. Бодро стартовав за пять минут, самарская команда убежала вперед на расстояние в 20 очков. Но на этот раз хозяевам не удалось переломить игру. А в заключительном игровом отрезке самарцы четыре минуты не позволяли сопернику набрать очки, а сами неумолимо приближались к сотне. 103-77 – уверенная победа Самары. Волжане пока на шестом месте в турнире на таблице. Крылья Советов завершили второй сбор победой. В контрольной игре самарцы встречались с Астаной из Казахстана. Счет открыл Липовой на 23-й минуте. В начале второго тайма казахи сравняли. Автором гола стал бывший игрок Крыльев Аймбетов. Но на 64-й минуте Горшков вернул лидерство самарцам. 2-1 – победа Крыльев. Также появилась информация, что самарцы в марте могут провести товарищеский матч против сборной России по футболу. Национальная команда в Турции будет готовиться к стыковому матчу чемпионата мира 22-го года против сборной Польши. В Санкт-Петербурге проходит теннисный турнир категории WTA 500. Традиционно в нем принимают участие и самарские спортсменки. Однако в этот раз и Дарья Касаткина, и Анастасия Павлюченкова соревнования пропускают. Дарья сдала положительный тест на коронавирус. Заболевание протекает бессимптомно. Чувствую себя хорошо, отметила теннисистка в социальных сетях. А Анастасия снялась с турнира из-за травмы левого колена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова